Фосфор — одно из лекарств, о которых нам известно достаточно много. И у нас есть почти полная картина его патологии. Что это за полная картина патологии фосфор? Это люди, которые открыты, они раскрываются. Бывает, когда вы открываете коробку, наполненную разными вещами, они начнут высыпаться из нее. Все, что было внутри. Фосфор — это субъект, который не имеет вообще коробки. Нет защиты, нет кожи, чтобы удерживать внутри все остальное. Душа выходит наружу. Кровь просачивается. Душа раскрыта и выходит наружу. И ум также блуждает где-то. Они открыты для впечатлений, но не способны им противостоять. Если я крикну… Ой, прошу прощения. Кажется, я повредил наушники переводчикам. Обратите внимание, каждый воспринял этот шок по-своему. Некоторые даже ухом не повели, другие слегка пошевелились, третьи слегка вздрогнули, а кто-то содрогнулся и вскрикнул. «Ах, что это было!» Когда чувства выходят наружу, а на их пути кто-то страдает, то они немедленно подхватывают это страдание от того, кто страдает, и начинают страдать сами. Здесь говорится «сочувственный», «полный сочувствия». «Ну что это за сочувствие?» Человек, у которого есть такая склонность, подойдет посмотреть, что происходит. «О, вы страдаете!» У таких людей отсутствует сопротивляемость, поэтому страдание проходит прямо внутрь них. То же самое с грозами. Страх грозы. Фосфор волнуется. Что сейчас будет? Что будет? Что произойдет? В конце концов, он говорит, что-то должно случиться. Что-то нехорошее случится. И возникает сильная тревога. Поэтому мы видим страх, что что-то случится. Этот страх, что может что-то произойти, связан с чем? Он имеет отношение к страданию, его собственному, или страданию других. Это не страх, что случится что-то вроде землетрясения или всемирной катастрофы. Такие страхи свойственны другим препаратам. Это общительные люди. Им нужен кто-нибудь для общения. Говорится, желание общества. Большими буквами. Идея состоит в том, что человеку типа фосфор действительно нужен кто-то, кто его подбодрит. Кто заверит его, что ничего плохого не случится. Тревога, главным образом, относительно собственного здоровья, которая является проблемой номер один. А также тревога за своих близких, мужей, за своих детей, за своих жен, матерей, отцов. В стационаре вы можете встретить пациентку, которая попросит, пожалуйста, уберите меня из этой палаты, потому что эта женщина так сильно мучается. Не надейтесь, фосфор не останется в этой палате. Нет, я не могу здесь оставаться. Для него это невозможно. Эта тревога может быть действительно ипохондричной. У него есть страх. Он может обратиться с каким-нибудь пустяком, уверенный, что это рак. И тогда подобный пациент обратится к врачу и станет зависимым от врача. Доктор скажет, нет, это пустяк, не волнуйтесь, у вас нет рака. Пациент успокоится, пойдет домой. На следующий день, через два дня, он снова начнет тревожиться. Но какое-то время он будет чувствовать себя лучше. После заключения врача, который скажет, что у него все в порядке. С другими лекарствами так не обстоит дело. Реакция будет другая. Перед вами будут разные люди. Вы видите открытость. Очень приятно иметь дело с фосфором. Потому что он будет интересоваться вами, беспокоиться за вас. Иногда даже вы дадите ему неверное лекарство. Не разглядите случай фосфора и дадите, например, ацидум нитрикум. Они придут на повторный прием, и он захочет сказать, что ему лучше. Они хотят понравиться, угодить. Потому что иначе они причинят вам боль, если скажут у меня без изменений. Тогда как арсеникум или ацидум нитрикум станет лучше, они не поспешат признаться в этом. Придут на прием и заявят, «Я думаю, у меня все по-прежнему». До тех пор, пока вы не разберетесь, что в вас ввели в заблуждение, и вы поверили, что у них все по-прежнему. Необычный симптом на физическом уровне, то, что вам еще может понадобиться, кроме этого просачивания, этой диффузии, кровоточивости. Кровь вытекает совершенно естественно. Носовое кровотечение начинается просто так, без причины. Из носа течет кровь. У женщин метрорагия, кровотечение. Обычно у фосфора менструация продолжается более пяти дней. и бывает обильной. Еще одно качество, которое заставит вас подумать о фосфоре, это сильное желание очень холодной воды, сильная жажда. Они много пьют, и вода должна быть холодной. Почему так бывает с точки зрения физиологии? Например, возьмем человека с желудочным кровотечением, и у него в анамнезе язвы двенадцатиперстной кишки с частыми кровотечениями. Вы подумаете о фосфоре. Чтобы остановить кровотечение, что вы посоветуете пациенту? Холодное питье. Почему? Потому что холод сокращает сосуды, и кровотечение уменьшится. Фосфор имеет схожий симптом с натриум муриатикум. Что это за симптом? Соль. У них есть сильное желание соли. Желание соли – один из важнейших симптомов. Сильное желание холодной воды вместе с потребностью в соли заставляет думать о двух средствах – фосфор и натриум муриатикум. В чем их отличие? Один закрытый, замкнутый. Ничто не трогает натриум муриатикум, не влияет на него, или, по крайней мере, он не подает виду. Фосфор будет подвержен влиянию всего, что вокруг, и он продемонстрирует это. Фосфору легко общаться с противоположным полом, тогда как натриум муриатикум очень трудно найти подход, завести новое знакомство. А для фосфора это очень легко. Если одна девушка бросает фосфор, на следующий день он найдет себе новую. Примерно так. Натриум муриатикум возникает разочарование в любви. пройдет один год, два года, прежде чем оно закончится. А для фосфора это займет два дня или две недели, смотря по ситуации, по причине легкого и непринужденного общения. Время наступления и ухудшения – это время, когда солнце садится, сумерки и существенное улучшение после сна. После сна они чувствуют себя очень хорошо. Сон для них как лекарство. Они говорят, мое лекарство – это сон. Но существует другой тип, полная противоположность первому. Другой тип фосфора, при той чувствительности, о которой мы говорили, чувствительности к впечатлениям, настолько высокой, что в итоге фосфор оказывается неспособным с кем-либо общаться. Сидит дома, потому что чувствует боль. Общение причиняет боль, когда выходит наружу. Это тяжелое состояние, пограничное с психопатией, когда люди не выходят из дома, не способны ни с кем поддерживать отношения. Потому что, как они утверждают, если они выйдут на улицу, пойдут в супермаркет, чтобы купить что-то, то встретят страдающих людей, и они этого не перенесут. «Если они заговорят со мной, я увижу их страдания и не вынесу этого, поэтому сижу дома». Конечно, тот первый тип, о котором я говорил с точки зрения сексуальности, как он будет себя чувствовать? Очень активно, сексуально активный, неутомимый и легко возбудимый. А другой тип закрытый, с огромным трудом вступает в контакты, практически не способен завязать знакомства. Субтитры создавал DimaTorzok